Музейная коллекция, рассказывающая об освоении космоса, насчитывает свыше 1700 экспонатов. Первая выставка о космосе в музее открылась еще в прошлом веке, в октябре 1979 года. Основу же будущей большой коллекции заложила фотография Юрия Гагарина, подаренная сотрудникам тогда еще музея краеведения. Было это в мае, сразу после орбитального облета планеты Земля. Это было очень волнительное событие для сочинцев. Они встречали Гагарина воодушевленно и хотели показать буквально все, что есть в городе. Самое лучшее, самое красивое. А Гагарин в знак благодарности тоже дарил свои подарки, оставлял зеленые автографы нашему городу. Большая часть экспонатов посвящена здесь и известному сочинцу, летчику-космонавту Советского Союза Виталию Ивановичу Севастьянову. Немалая часть собранных в экспозиции предметов, признаются музейщики, собрана здесь в том числе и благодаря ему. Например, как вот этот уникальный экспонат, спускаемый аппарат космического корабля «Союз-9». Именно в нем возвратились на Землю с первого длительного полета Николаев и Севастьянов. В космосе они пробыли 17,5 суток. Полет же Гагарина в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. Испытав все прелести невесомости, с участием сочинца дважды Героя Советского Союза был разработан вот этот профилактический нагрузочный костюм «Пингвин», призванный предупреждать мышечную атрофию. За идею Севастьянов получил государственную премию. Коллекция музея истории достаточно разнообразна и помогает увлеченным космосом людям достаточно широко изучить эту тему. Представлена здесь даже пища из рациона космонавтов. Тюбики с пюре, соком, черносмородиновым творогом и даже с борщом и щами. Не вмещает экспозиция и массу фотографий. Огромной коллекции филателли открыток, марок, значков, письменных источников. С большим трепетом мы относимся уже к пожелтевшим страницам тех пожеланий, которые оставил нам первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. Вот здесь письмо сочинцам, адресованное им в июне 61-го года, будучи на отдыхе здесь, и благодарность Сочи за теплый прием. Вместе с несгораемым шерстяным костюмом Севастьянова хранится в фондах музея его ставшая раритетной книгой для детей «Дорога в космос». В 70-м году она тиражировалась на разных языках мира. Когда она была призвана зажечь в юных фантастах желание стать космонавтом. Хранятся в музее истории десятки художественных картин. Это работы сочинского фантаста Георгия Курнина, рисующего пейзажи космического мира. К 100-летию художника картины решили отреставрировать. Выставку наметили на ноябрь.